Олег, хотелось бы поговорить с вами о том, что сейчас происходит, пока не наступила вот эта вот обещанная оперативная пауза. Командование десантно-штурмовых войск украинских показало, и мы это видео тоже сейчас можем показать, как украинские военные уничтожили танковую роту российских оккупантов. Артиллерия и инженерно-саперное подразделение десантников вместе ликвидировали 9 российских танков. Вот на видео мы видели пятый, но всего уничтоженных 9 единиц. Ну и в принципе, в статистике за вчера от Генерального штаба Украины 35 танков. Что это происходит, я такого количества одномоментного за день уже давно не помню. На ваш взгляд, что происходит? Ну, на мой взгляд, происходит то, что Российская Федерация пытается из последних сил сохранить наступательный, или показать, точнее не сохранить, а показать наступательный потенциал. Поэтому они вытягивают из запасников все, что есть. Вот есть у них в резерве там танковая рота или танковый батальон. Они его распределяют по направлениям и начинают атаку или готовятся к атаке в едином бронированном порядке. Ну, а мы, естественно, пытаемся не допустить, потому что бороться с танками довольно тяжело в ближнем бою. А вот так вот уничтожение артиллерии – это как раз дистанционные методы. Вот это, кстати, показывает качество западной артиллерии, что мы с помощью средств разведки и точности ведения огня можем сжечь бронетехнику противника. Вот на видео видно ювелирная работа. Четыре танка уже сожженные, пятый пытается прорваться, но никуда он не прорывается. Вот этот момент. Да, это практически прямое попадание, и такие вещи можно осуществлять только благодаря высокотехнологичному западному вооружению. КОНЕЦ